Даниэль Джонсон. Как можно было выбирать президентом России работника КГБ? Вы там с ума сошли. Ну, Даниэль, мы об этом говорили тогда, давно, в 1999 году, и, к сожалению, я, Валерия Ильинична Новодворская, к сожалению, даже сторонники наши, даже однопартийцы, я уж не говорю о Борисе Немцове, а, так сказать, соратников, но членов других партий, выступали очень резко против нас экстремисты, там, Боря, через несколько лет после этого я его поймал, говорю, ну, сейчас-то признайся, что ты был неправ, когда поддерживал Путина. Он отказался, так сказать, признавать, что был неправ. Если бы не Путин, то был бы Примаков с Лужковым, там, или Зюганов, и вас бы с Лерочкой повесили прямо на Красной площади, на любом фонаре, сказал он. И был прав. Но речь-то шла о том, что перед тем, как Ельц принял такое решение, или в процессе принятия такого решения, можно было посражаться с тем же Березовским, который продвигал Путина. Можно было что-то объяснять, ну, просто говорить то, что говорили мы с Лерочкой. Вот именно это, что чекист не может быть президентом России, не должен быть, что это очень опасно. И, ну, был такой семинар КГБ вчера, сегодня, завтра, и мы этим занимались и говорили похожие вещи. И посмотрите статью мою, которая называлась в МК. Паша Мусев согласился ее напечатать в качестве подарка к дню чекистов 21 декабря 97-го года, или 98-го, не помню, но очень давно. Где я описывал о том, что и как чекисты к рвутся к власти, и о том, насколько это опасно. Так что это не ко мне претензии, уважаемый Даниэл Джонсон. Я встречался с Борисом Абрамовичем Березовским, говорил ему об этом, о том, что очень опасный путь. На что он мне говорил, вы ничего не понимаете. Я часто слышу это, вы ничего не понимаете. Не только от экспертов здесь, но и даже от американских экспертов. Вы ничего не понимаете, говорил мне Березовский. Владимир – прекрасный человек, управляемый. Не волнуйтесь. Если он будет делать что-то не так, мы его остановим, сказал мне Борис Абрамович. И когда начал создавать партию «Либеральная Россия», позвал всех, так сказать, из моего окружения, кроме меня. Потому что, ну, извиняться же надо за очевидные ошибки. Ему очень этого не хотелось. Так что все это понятно, известно и известно давно. Продолжение следует...